Число зарегистрированных атак с применением физического насилия против деятелей российской оппозиции увеличилось с 35 в 2012 году до 55 только за первую половину нынешнего года. Эти данные привела сотрудница Колумбийского университета и российского издания ведомости Мария Снеговая на конференции в Вашингтонском фонде National Endowment for Democracy, сокращенно NED. Участники конференции отметили, что волна репрессий против всех, кто придерживается взглядов, идущих вразрез с линии Кремля, нарастает. Противники версии о том, что Кремль спонсирует политические репрессии, обычно указывают на то, что акты насилия совершают, как правило, отдельные местные группировки, созданные патриотически настроенными гражданами на добровольной основе. Они, конечно, не получают прямых распоряжений из Кремля, однако простой анализ того, с кем связана группировка и откуда она получает финансирование, почти неизбежно выводит на ту или иную государственную структуру. Но в уголовных делах факты, разоблачающие эти связи, раз за разом удаляются. К счастью, есть, вот, например, мы цитируем Владимира Милова, который сейчас находится в Москве, и он даже как лидер партии отправлял запрос в ФСБ, почему люди, которые, несомненно, следили за Борисом Немцовым, никак не фигурируют в уголовном деле, нет никаких их показаний, объяснений, почему они следили, как это произошло, что они не заметили кадыровцев, почему они не помешали преступлению. Ничего этого нет в уголовном деле. Именно поэтому все больше политологов на Западе приходят к выводу, что борьба с кремлевской пропагандой становится одной из важнейших задач западного общества. Если правду невозможно сказать в России, ее необходимо сказать на Западе, считает Кайл Паркер. Будучи сотрудником аппарата Комитета по иностранным делам Конгресса США, Паркер являлся ключевой фигурой в ратификации так называемого закона Магнитского, утвердившего санкции против властей России. Жертвами актов насилия с политическим подтекстом в России совершенно явно в подавляющем большинстве случаев становятся те, кто пытаются донести до народу правду. Мы видим, что российская пропаганда теперь уже не просто искажает действительность, а ведет битву за действительность как таковую. И в этой битве часто оказывается в иной реальности. Потому что обманывать людей — это значит лишать их возможности участвовать в реальных событиях. И такие люди, как Политковская, Немцов и другие пытались с этим бороться. По мнению главы Национального фонда демократии Карла Гершмана, в только что прошедший день рождения Бориса Немцова и годовщину гибели Анны Политковской, особенно важно отметить, что все больше американцев проявляют желание лучше познакомиться с политической ситуацией в России. Веб-сайт «Архив клептократии», запущенный Гудзоновским институтом США, и канал портала YouTube под названием «Ложь путинского режима» должны стать важными рупорами российских правозащитников на Западе. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Америка. Вашингтон.